Генеральный партнер программы «Всё для дома». Здравствуйте, уважаемые зрители! Наконец-то в Забайкале наступила настоящая летняя погода с тёплыми ночами. Бесспорно, это положительно влияет на рост и развитие всех культурных растений и в определённой степени влияет на характер работ на наших участках. Но прежде всего на полив. Ну а сейчас давайте с учётом данного обстоятельства посмотрим, что же нам предстоит сделать на участках первой декады июля. Саду прежде всего обратим внимание на наши яблони, то есть ранетки, полукультурки. В настоящее время идёт формирование урожая. Я думаю, уже процентов 30 от массы плодов, вот общий, так сказать, конечный, эти плоды набрали. В данном случае это сорт добровинка, но рядом сорт малинка. Но плоды чистые. Вот двойная обработка препаратом «Искра» в этом году была очень удачна. Я не знаю, на самом верху там, возможно, будут и червивые плоды, но я если даже получу 80% нормальных здоровых плодов, это уже будет хорошо. Но уход за яблони на сегодня простой. Я надеюсь, вы подкормку, значит, настоем органического какого-то удобрения или даже, может быть, комплексно-минерального провели, потому что при обильном урожае, конечно, нужно питание обильное. Ну, а пока речь идет о поливах. Вот при таких мощных кустах, вот при таком урожае, два раза в неделю присвольные круги, причем дважды мы наливаем, вот думаю, что вполне достаточно. Поливы проводятся, как традиционно, вечером, но листья немножко скрученные. Это реакция листьев не на отсутствие воды, воды здесь достаточно. Это просто на жаркую погоду. Ну, а так, в целом, я считаю, выглядит нормально. Я надеюсь, вы также в этом году эффективно поборолись с яблонной подожоркой, с моллистоверкой, и у вас все чисто. Ну, по крайней мере, мне вот состояние этих двух деревьев на сегодня радует. Также обратим внимание на сливу. Поливаем ее два раза в неделю, как и яблоню. Но помимо этого, значит, все-таки я предлагаю в жаркую, сухую погоду проводить увлажняющий полив. То есть приствольные круги мы смачиваем. Для чего это нужно? При испарении пары поднимаются вверх, здесь создается повышенная влажность воздуха. В отличие от яблони, слива больше реагирует на влажность воздуха. И если у вас будет сухой воздух в районе вот этих деревьев, так сказать, да, то возможно осыпание плодов. Именно вот в этот период. Ну, в настоящее время плоды набрали где-то массу тоже процентов 30 от окончательной. Ну, я думаю, что нормально. Осыпания у нас нет, поливаем вовремя. Что касается вредителей, то своевременно, надеюсь, провели двукратную обработку препаратом искр против сливовой плодожурки. Ну, еще и на вишне войлочной. Ну, по поводу тли, вот кончики победов пока у нас чистые. Я тли не вижу, поэтому обработки не собираюсь проводить. Но если у вас они у вас скрутились, вы видите, что там муравьи бегают, и, может быть, божья коровка там уже появилась, конечно, тлю надо будет уничтожить. Но пока есть возможность, до сбора урожая еще далеко, можно применить и быстро действующий препарат. Но я бы вам все-таки посоветовал препарат пролонгирующего действия октора, который может действовать до одного месяца. Ну, в целом, вот по сливе такая ситуация, и, в принципе, она меня тоже радует. Ну, ягодные культуры, я имею в виду смородину черную, красную, ну, жимую после сбора урожая малину. Мы также поливаем крыжовник. Но дозы гораздо меньше, чем по яблонь и сливе. Но периодичность два раза в неделю, я думаю, нужна. Ну, вот если обратить внимание на черную смородину, то в настоящее время налив идет ягоды, очень мощный такой. Конечно, вода нужна, но питание там у нас уже есть. И вот при наливе есть проблема такая у смородины, ветви начинают падать вниз. Вот если вот этот куст, смотри, здесь у нас есть специальная подпорка, вот, и она держит, как бы, ветви в вертикальном положении. И все нормально. Вот здесь нет, значит, разницы в чем. Поэтому по тяжести плодов ветви начинают сгибаться. В конечном итоге ветви касаются земли, ягоды будут грязные, и, возможно, даже некоторые из них загниют. Поэтому предлагаю в тех случаях, когда у вас нет специальных приспособлений, использовать вот такие рогатинные. Ну, у нас их называют чаталы, и вот их можно изготавливать, кстати, из... Вот я вырезал сирень, пожалуйста, из ветвей каких-то плодовых и декоративных деревьев у вас на участке. Можно сделать, говорят, из проволоки, можно из ивы нарезать. Но они очень простые и удобны в использовании. Делаете вот так подпорочку, и ветвь у вас поднимается. Видите, земли она не касается. Что очень хорошо. Еще один момент тля. Вот закручивание листьев, я увидел здесь в двух-трех местах. Вот, если посмотрим, вот, пожалуйста, мы видим, что есть тля. Но применять сильный препарат я бы сейчас не советовал, хотя убирать урожай мы будем через месяц, я так думаю, в конце июля. Но, тем не менее, лучше применить, опять же, вактору. И она постепенно уничтожит эту тлю, и если в последующем еще будут садиться самки, например, то они тоже погибнут при питании от листьев. Так что посмотрите, посмотрите обрезательно на наличие тли и уничтожьте ее. В такую жаркую погоду, уважаемый телезритель, особое отношение или особый уход требуют тепличные растения. Дело в том, что если снаружи у нас 32-33 градуса, то внутри теплицы может быть и 45-50. При повышенной, чрезмерно повышенной температуре могут желтеть и гибнуть листья. Погибает хлорофилл, который здесь находится, листик, и фотосинтез на этом завершается. То есть может снижаться продуктивность растений. Неважно, что мы выращиваем, перец, баклажан, огурец или томат. Поэтому некоторые наши овощеводы затеняют с южной стороны или западной. Ну, в принципе, это тоже можно сделать. Но в основном, прежде всего, конечно, нужно выращивать гибриды. Они более устойчивы к таким перепадам температур, чем обычные сорта. Но это уже общеизвестная практика. В настоящее время здесь перец выглядит, я считаю, неплохо для конца июня. У него массовый налив начнется уже при более коротком дне. То есть во второй половине июля, там, в начале августа. Вот я показывал, что я удалял нижние плоды, вот первые, самые крупные. И после этого сразу перец начал разрастаться. Сейчас много образовалось бутонов и будет много цветков. То есть эта операция очень важна. Первый плод держит, или задерживает, вернее, плодообразование последующим на всем растении. Ну, поливаем в теплице. И вообще заглядываем в теплицу не один раз в течение дня, а поливаем. Но раз в два дня. Иногда, может, приходится ежедневно. Полив предпочтительно вечерний. Ну и вот в отношении перца, хочу сказать, что его часто поражает тля. Поэтому, если у вас тля есть где-то на участке, то обязательно следите и за перцем. Я не призываю вас обрабатывать всю теплицу, допустим, препаратом той же Акторой. Просто обработать отдельное растение, чтобы дальше она не расселялась. Так что в такую жаркую погоду особое внимание, еще раз напоминаю, требуют тепличные растения. Благодаря теплым ночам с температурой 15 градусов и выше, очень быстро стал расти огурец. Но это свойственно для данного растения. В принципе, состояние ботвы нормальное у всех сортов и гибридов. И праздник первого огурца, я так его называю, когда снимаешь первый огурец и кушаешь его, у нас на участке произошел 29 июня. Это на 5 дней раньше, чем в прошлом году. И на 7 дней раньше, чем в 2018 году. Пока все нормально. Ботва чистая, здоровая. Тли нет. Если у вас проблемы с летом, препаратом Акторой я уже рекомендовал вам обработать. Но сейчас идет массовое цветение, я бы уже не советовал применять какие-то препараты. На ночь мы уже не накрываем, естественно, ни пленкой, ни тканым материалом. Я вообще его снял и убрал недалеко. Вот сейчас грозы наблюдаются. Возможно, и сильный ливень быть, и град, к сожалению, возможен. Поэтому нужно быстро будет потом накрыть парники, спасти растения. Потому что листья огурца очень нежные, и от сильного дождя они становятся дырявыми. Ну, а если град будет, то вообще побьет очень сильно огурец. И, конечно, мы потом хорошего урожая не получим. Ну, на ваших глазах я сейчас сниму урожай. Первый по скороспелости у нас это гибрид «Верные друзья». Это, в общем-то, засолочный гибрид. Ну, вот так он выглядит. Это, конечно, не изящный, не нерасимый, не салатный, повторяю, засолочный. Но, тем не менее, на салатный мы его сейчас пока будем использовать. Несколько позже у нас начнется формировать урожай изящный и нерасимый. Самый вкусный именно по салатным свойствам. Еще хотел бы обратить ваше внимание на подкормки. При такой ботве ни в коем сущеньких подкормок делать не нужно. Может быть, если у вас слишком большая масса, калийную подкормку. Применить сульфат калия, допустим, или сирнокислый калий. Раньше мы подкармливали густым раствором органцовки. И в завершение такой момент, то нижние листья начинают желтеть в огурцах. Это вполне естественно, потому что верхние листья молодые закрывают, света не хватает, никаких болезней здесь нет. Просто я срываю и использую эти листья в компостную яму или в компостную кучу. А если вы содержите птицу там, например, или свиней, то эти листья вполне можно скармливать. Ну и, наконец, несколько слов о дыне. После потепления она тоже начала мощно развиваться. Но в отличие от огурца, пока еще плодов не завязалось. Но это вполне нормально для дыни. Здесь у нас два разных сорта. Но я думаю, что рожай тоже будет. Единственная проблема, это огурец на нее, как сказать, налегает и закрывает. Вот этого нельзя допускать. Для этих целей я применял раньше шпагат. Второй год применяю шнур, потому что не перегибается ветвь, огурца не ломается. Вот натянута вдоль, значит, с одной стороны проника и с другой. И ветви накидываем, и он получается такой более раскидистый парик. Лучше продувается, меньше болезней. Июльское извержение скидок. В магазинах все для дома, летняя распродажа. Ну, очень горячие скидки до 70%. Как раз вовремя. Акции действительно до 2 августа. Подробности на местах продаж. Открой для себя универсал низких цен. Колбаса вареная сливочная. Всего 199 рублей. Выбери свой вкус шашлыка у нас. Универсал низких цен. Открой для себя универсал низких цен. Горбуша свежемороженая. Всего 93 рубля. Продолжаем ухаживать еще за одной поселенной культурой, за баклажаном. Но, в принципе, я считаю, для конца июня нормально идет развитие. Началось цветение баклажана. При обработке малины от паутинного клеща я обработал одновременно клещегонами и баклажан. Потому что именно это растение очень сильно любит паутинный клещ. Имейте это в виду. В жаркую, сухую погоду обязательно, если тем более малина у вас рядом растет, увидите здесь паутинного клеща. Но поливать приходится 2 раза в неделю. Иногда и 3 раза в неделю. А по поводу формирования, вот обратим внимание, 2-3 пацанка снизу я все-таки удаляю. Чтобы не было такой охапки ботвы. И секатором убираем листья, которые желтеют. Ну, они уже свое как бы сослужили. Растению не нужны. Ну, а нам тем более. Повторяю, те листья, которые начинают желтеть. Ну, и со временем, когда начнут завязываться плоды, обязательно нужно подставлять к кле. Иначе вместе с плодами растения заваливаются и могут сломаться. В огороде активного ухода требует томат, потому что мы должны сформировать куст. Но в данном случае, я еще раз напоминаю, формируем 2 стебля. Вот они у нас есть уже. А пацанки, которые ниже вот этой развилки, они, естественно, должны быть уже удалены. Также удаляем пацанки и верхней части этих двух стеблей. Иначе у вас тоже будет много стеблей, и это неправильно. Следующий момент – это удаление листьев. Ну, старые желтые листья мы с вами удалили, но я вам предлагаю удалять еще листья, которые наклоняются к земле. Света им не хватает. Они пока еще не желтые, но все равно со временем отомрут. Удаляя их, мы как бы улучшаем проветриваемость вот этой всей гряды томатной. И риск появления грибных заболеваний, таких, например, как фитофтороз, он уменьшается. То есть, эта операция очень важна. Берем секатор и срезаем, повторяю, ну, по 2 стебля. В конечном итоге, это сорт субирского чуда. Примерно сантиметров 40 у меня будет голый стебель здесь. А формирование урожая будет вверху. Листья, повторяю, не желтые, но они уже начинают стареть. Вот так. Еще раз покажу, как это выглядит. Листья не выбрасываем. Но можно их подсушить и для эмульчирования, я показывал, использовать. А так в компостную яму или в компостную кучу они прекрасно подходят. Ну и подвязка. Вот на этом растении, повторяя сорт субирского чуда, видно первое вязка. Вот здесь на высоте 15 сантиметров. Через 20 сантиметров вторая, еще через 20 третья. Ни в коем случае нижнюю не убираем. Иначе под тяжестью плодов затем само растение спустится вниз и стебель может сломаться. Ну и конец, вот предлагаю в начале июля сделать первую калийную подкормку. Для томата это очень важно. Влияет на плодообразование, на созревание плодов. Ну, подкармливаем, допустим, сынокислым калием или густым раствором марганцовки. Это прием очень важен и за сезон нам придется проводить его, думаю, что два раза. Не забываем и про капусту. Ну вот на нашем участке мы выращиваем белокочанную капусту. Гибрид краудман основной. Краснокочанная – это гибрид марс. И сноубол – это снежный шар. Это цветная капуста, поздняя. В основном капуста, как влаголюбивые растения, родом Средиземноморья, требует, конечно, повышенной влажности. Поэтому поливать приходится в такую погоду, при температуре 28-30 градусов, три раза в неделю. Хотя кочанов еще не образуется. То есть потребность в воде может потом увеличиться. Это первый момент. Второй момент. Значит, смотрим за наличием вредителей. Первый поражает капустный моль. Как только появятся мелкие гусеницы, зеленоватые, либо вручную их нужно собирать, либо, я советую все-таки при таком небольшом количестве растений, вручную собирать, либо уничтожить препаратом. Ну и тот, кто применяет препарат против тли, против креща, подойдите просто к капусте и обработайте. Лишняя эта обработка не будет. Своим запахом она будет отпугивать вредители. Ну и не менее важно для капусты это удаление лишних листьев. Вот на примере краснокочанной капусты мы видим, верхние листья закрывают нижние. Поэтому семидольный лист, он вообще уже пожелтел, мы его удаляем в компостную яму или кучу, или скармливаем животным. Ну и лист, который не семидольный, но тем не менее закрыт верхними, он тоже пожелтеет. Он не работает на урожай, потому что свет на нее не попадает. Поэтому удалять нужно своевременно. Прорежем как бы растение. Лучше будет для каждого растения, в целом для капустной плантации. Это касается и белой качанной капусты. Вот, например, вот этот лист у Краутмана можем удалить секатором. Никаких черешков мы не оставляем и краснокочанной, и цветной капусты. Также, если вы выращиваете там брокколи, то такую операцию необходимо проводить и для этого вида капусты. Чеснок и лук. Ну, в принципе, особенно лук выглядит хорошо. Вот у чеснока некоторые пожелтения, и, кстати, многие жалуются на это, но вот жаркая погода была. Где-то не дополили, потому что корни у него на глубине, наверное, 5 сантиметров. А если вы прольете на 3 сантиметра, чеснок сразу реагирует от пожелтения кончиков листьев. Ну, в целом-то растение, я думаю, мощнее. Поливать приходится 3 раза в неделю, и никаких подкормок не проводим. Если вы сейчас проведете подкормку, просто может упасть растение. Лук здесь у нас стурон и кармен, красный лук. Ну, перо нормальное, оно пока стоит, значит, еще растет. Очень мощное, я бы сказал. Ну, питание, значит, хорошее. Поливаем 3 раза в неделю. Дважды я обрабатывал препаратом землин против луковой мухи, и, в общем-то, чисто. Ни одного растения мы не удалили. Но есть один момент, на который нужно обратить внимание. Вот, к сожалению, когда мы покупаем сивок с вами, мы же не знаем, какое его качество. Вот, в сорт кармен, красный лук, вот, уходит в стрелку. Я уже удалил 3 стрелки, вот еще одна. Кстати, вот еще одна появляется. Растения, которые стрелку дали, они уже нормальные луковицы не сформируются. Удалять их не надо. Вы увидите, потом луковица будет некрупная. Просто сразу используйте в пищу или для приготовления какого-то полуфабриката. А стрелки я предлагаю вам сейчас сощипывать. Определенного ухода требуют и так называемые столовые корнеплоды. Это свекла и морковь. Ну, вот так выглядит свекла. Это два голландских гибрида. Гибрид Пабло, я считаю, один из лучших гибридов. Мы его выращиваем уже больше 10 лет. Интенсивная такая бордовая краска. И гибрид Таурус, Таунус в прошлом году мы испытывали, если Пабло шаровидной формы, то это цилиндрической формы. Но выглядит относительно неплохо. Значит, здесь уход сводится к тому, что в нужный момент нужно рыхлить, потому что скоро начнется образование корнеплодов. Вот таким рыхлителем. Поливать приходится также три раза в неделю. И хотел бы обратить внимание на то, что если у моркови у нас нет вредителей практически, морковная муха в Забайкале не развивается, а вот здесь есть свекловичная муха, то есть листья могут быть поражены. Но, в принципе, убирать свеклу мы с вами еще не скоро будем, поэтому можно проводить обработку. Но если вы чувствуете, что свекла у вас плохо растет, то, в отличие от моркови, можно вполне эффективно провести какую-то подкормку любым настоем органического удобрения. И тогда она пойдет в рост. Ну, а вот так выглядит столовая морковь. Здесь мы выращиваем в трех клетках два разных гибрида. Гибрид кордова. В прошлом году исключительно была урожайность. Лежка с прихранением. Мы, кстати, до сих пор на участке еще морковь прошлого года кушаем. Она у нас зарыта в песке, в подполье. И гибрид самсон. Это коническая форма. Если кордова не совсем коническая, это конические корнеплоды с очень длительным периодом хранения. Но в настоящее время поливы приходится проводить два или даже три раза в неделю в такую жаркую погоду. Вообще морковь предпочитает умеренный климат, умеренную температуру в районе 18-20 градусов. Это не жиростойкое растение. Какие приемы, помимо полива, это прореживание. Когда мы густо сеем, перерасходуем семена, мы, конечно, рассчитываем на то, что часть семян не взойдет. Иногда сходят хорошо. Голландские фирменные семена, они сходят хорошо. Вот, например, кордова. Мы сейчас посмотрим. Расстояние между растениями должно вредку хотя бы 30 сантиметров, чтобы нормальные корнеплоды были. Редко будут у вас гигантские корнеплоды, они теряют свои пищевые качества, что тоже не совсем правильно. Поэтому, если мы внимательно посмотрим, вот уже начался образовываться корнеплод, можно прорезть, если у вас слишком загущено. Мы здесь на участке традиционно это не делаем, просто мы где-то, ну, к 10 июля начинаем просто кушать, заодно и прорежем сочную свежую морковь, она очень полезна. И по поводу укропа. Можно ли оставлять укроп? Ну, редис мы с вами убрали, а укроп, я думаю, что он занимает верхний ярус, он мешать моркови никак не будет. Все равно нам нужен укроп для приготовления каких-то блюд, ну и в целом затем мы получим семена для квашения капусты. Таким образом и морковь требует определенного ухода, и к нашему счастью у нас нет в Байкале морковной мухи. Ну, а сейчас, уважаемые телезрители, я продолжаю вас знакомить с новинками сезона. Хочу показать, ну, не совсем, может быть, напрямую предметы, связанные с нашей работой, но тоже они нужны. Прежде всего, последние годы очень много стало продаваться садовых фонарей на солнечной энергии основанной. Вот на нашем участке таких, наверное, видов уже 10. Вот еще три вида я хотел вам показать. Вот такой настенный фонарь светит очень красиво, украшает участок в ночное время. Есть фонарь вот мигающий, тоже можно подвесить его, значит, тоже прекрасно смотрится. Ну и, наконец, это новинки сезона, это фонари с датчиками движения. То есть мы, например, зашли в комнату даже, и он сразу автоматически загорает. Ну, проверил, вот у меня два вида, хорошая вещь. Поэтому садовыми фонарями надо заниматься, и сейчас их огромное разнообразие. Вот, не берите дешевые фонари, которые за один сезон потом становятся негодными. Следующий момент, вот, ну, кто-то жарит на участках или готовит шашлыки. Вот такой прекрасный набор для шашлыка, значит, блюдо и его для соуса. Мне нравится, красиво оформлен. И немаловажное значение имеет, какие моющие средства мы применяем с вами. И вот в последнее время появилась такая новая серия Green Love. Зеленая любовь. Вот для мытья всех поверхностей, а это вот для мытья посуды. Это экопродукты с минимальным воздействием на кожу, рук, так сказать. И вообще, ну, экопродукт есть экопродукт. Ну, а традиционно приобрести эти новинки сезона можно в магазинах у нашего основного генерального партнера программы «Все для дома». Ну, а я с вами, уважаемые тезитики, прощаюсь ровно на одну неделю. Живем на даче, бережем друг друга, уважаем друг друга. И самое главное, с большим удовольствием работаем на наших участках. Июльское извержение скидок. В магазинах «Все для дома» летняя распродажа. Ну, очень горячие скидки до 70%. Как раз вовремя. Акции действительно до 2 августа. Подробности на местах продаж. Открой для себя универсам низких цен. Горбуша свежемороженая. Всего 93 рубля. Открой для себя универсам низких цен. Сосиски «Лакомка». Всего 199 рублей. Открой для себя универсам низких цен. Сардельки «Мини». Всего 166 рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова